Я пригласил когда-то Константин Сергеевич Таниславский, имея в виду святое отношение ко всему, что с театром связано. Пользуясь тем, что в нашей области в марте месяце проходил театральный фестиваль, побываем в самодеятельных театральных коллективах и попробуем понять, с чего у них начинается театр. Итак, с чего же начинается сегодня самодеятельный театр? Для руководителя камерной студии драмы Владимира Соболева и его сподвижников театр начинается с самого элементарного – репетиционной комнаты. Но об этом чуть позже, а пока несколько слов о нем самом. Окончил Пермский институт культуры. В 87-м году пришел во дворец культуры Родины. Серьезно взялся за создание коллектива. Спектакль по стихам Саши Черного на предыдущем смотре был признан одним из лучших. Последний спектакль по пьесе Шефера «Сценарий для трех актеров» открывал нынешний фестиваль. Владимир Геннадьевич, вот вы после Саши Черного взяли интеллектуальную драму. Почему? Вероятно, потому что Сашу Черного, мы поставили Сашу Черного, поработали с поэзией, причем с такой хорошей поэзией. И захотелось просто как-то, ну просто совсем другого. Поскольку у нас театр называется все-таки студия драмы, вот я упираю на это слово студия. Вот, и поэтому как-то вот нам хочется экспериментировать в разных областях совершенно. Ну, а честно говоря, совершенно случайно. Я напал на эту пьесу. Вот, меня больше всего в начале работы привлекло то, что там нет ни костюмов, ни декораций. Вот, поскольку в нашем дворце это большие проблемы и сложности, вот. И поэтому, конечно, прежде всего нам привлекло это. Ну и уже потом, уже потом, когда мы начали углубляться туда, проникать внутрь, эта пьеса, она для нас стала вот чем-то, чем-то совершенно неожиданным, каким-то открытием. Ну и что вы там открыли для себя? Во-первых, мы прониклись в европейскую философию. Это очень интересно. Сейчас все увлечены просто восточной философией, а как-то о европейской философии стали забывать. Да, а там, в общем-то, интересные вещи творятся. Есть вот карикатура, вот Сергей мне рассказывал, в «Комсовольской правде» такая карикатура была. Есть две дороги, вот, на одной табличке написано «Колбаса», на второй табличке написано «Свобода». И вот по той тропинке, где «Колбаса», там просто затоптана. А вот там, где «Свобода», там вот пусто. Там туда никто не идёт. А зачем? Можно, вот, я добавлю немножко. Мне кажется, вот, в данном случае, если у нас нет «Колбасы», то, в принципе, мы и к «Свободе» вроде бы не должны стремиться были бы. Но, я так думаю, и изучив вот эту европейскую философию о внутренней свободе, мы можем добиться того, что у нас будет «Колбаса». То есть, это обратная связь. Если мы будем раскрепощены, мы будем свободны, мы будем соблюдать законы. ...нервность, она будет искусственна. Она заставляет платить непомерную плату за свою свободу. Нужно, нужно отбросить её. Вернуться к свободе без всяких контрибутций и жалов. Вальдемар! Вы нравитесь мне? Вали! Вы нравитесь мне? Только нужно уметь отличить правду от лужины. А это просто, если есть талант. Вы, кажется, забываете обо мне. Будьте скромнее, ради Бога. Показать, что пишет обо мне? Не надо, не надо, ради Бога, не надо. Я читал. Играть нужно. С нервом играть. Сыгрок! Я не бармен, я артист. У меня её нет. Зачем? Зачем так буквально понимать мои слова? Это образ. Вам поясните. Будьте настолько любезны. Четыре уха буду слушать, как прежнего нашего режиссёра, который много говорил, а спектакль толком выпустить не сумел. Яростно играть. Яростно, слухач вы мой ненаглядный. С тревогой играйте. Оставьте комплименты. За работу пора взяться, наконец. Играйте спокойно и нервно. Сосредоточенный и нервяшливый одновременно. Яростно? Почему у нас студия драмы? Почему у нас камерная студия драмы? Вот мы и в таких кабинетах и играем, потому что неизвестно, в каком кабинете мы следующий спектакль будем играть. Так что... Вот. А сцены нет. Мы сейчас сцену не просим, потому что это бесполезно. Да и не нужно нам сейчас этого. Вот. Потому что, чтобы выходить на сцену, нужен, по крайней мере, коллектив, который на этой сцене бы не терялся. А коллектив я содержать не могу, потому что комнаты у меня, в которой мне заниматься, у меня такой комнаты нет на сегодняшний день. Я делю комнату с кукольным театром и с детским сектором, который там проводит всяческие вечера для молодёжи. Ну, собственно говоря, я понимаю их, что делать. У них направление. Деньги зарабатывают, что сейчас все деньги зарабатывают. Это просто парадокс культуры на хозрасчёт посадить. Для того, чтобы работать какие-то спектакли на сцене, для нас нужно, ну, как минимум, месяц работать перед сдачей спектакля на сцене. Это как минимум месяц. В декорации. В декорации, да. Для того, чтобы найти помещение, тут тоже возникают свои сложности. Сейчас для дворца, самое главное, те коллективы, которые могут где-то работать, там в цеха пойдут, там где-то, ну, вот на таких площадках. Ну, наш театр, в принципе, в цехе те, это просто... Получается, что театр дворцу не нужен? Ну, в какой-то степени возможно, да. Десять минут одиннадцатого их никого нет. Странно, если бы это было иначе. Ха! Я их больше ждать не буду. Вот только интересно, они были, ушли, или ещё не приходили. А впрочем, какая разница? Полюбуйтесь-ка, не живой души, а времени ещё половина одиннадцатого. Они у меня спешат. На тринадцать минут значит ещё только четверть одиннадцатого. Это же допустимое даже для академиков опоздание. А эти академики, хреновые, своего коллегу дождаться не могут. Ни прийти вовремя, ни договориться толком, ничего не есть. Но уж если такие коллеги достались, пускай без меня, обойдутся. О, так и было насловато недолго. Насколько мы договаривались встретиться, в десять, что ли? Полчаса не опоздание. Рассет-то только вы не успели. Вот интересно, может быть, они где-то здесь спрятались? Терпение моё испытывали. Или вот-вот явятся. Ха. Время к одиннадцати идёт. На сегодня достаточно.